Это была очередная гонка в вооружении. В то раньше США или Советский Союз запустят свою навигационную систему. Не для мира, а для войны. Потому нашу разработку в конце 70-х назвали грозно. Ураган. Ну мы с решетнем взялись за это самое ГЛОНАСС. Мы ее называли Ураган. Сделали 20 лишних спутников по посуде полную систему. Необходимость в своей навигационной системе подтверждалась не раз. В 99-м, во время бомбардировок Югославии, американцы отключили сигнал GPS для чужих пользователей на довольно большую часть Европы. Во многих столицах Старого Света тогда задумались о создании своей спутниковой навигации. И вот в последней войне грузино-осетинской Россия, не имея точных координат, не имея точных координат, почему не имели точных координат? Да потому что американцы отключили для общего пользования систему GPS. Система GPS на грузинской территории практически не действовала. Первый спутник ГЛОНАСС был выведен на орбиту 12 октября 1982-го. А эксплуатация системы началась лишь через два года после американской, в 95-м. Однако в кризисные 90-е у России не нашлось резервов на поддержание орбитальной группировки. Спутники перестали обновляться. Новую жизнь программа получила уже в 2000-е. На орбите вновь стали появляться российские навигационные спутники. 18 аппаратов хватает для того, чтобы полностью непрерывная была навигационная ситуация в России. Мы северная страна, и плоскости спутников сходятся над севером, над северным полюсом. А экватор, южные страны, там плоскости расходятся, поэтому там уже 24 аппарата. ГЛОНАСС разрабатывали специально, чтобы сигнал со спутников можно было лучше принимать в российских северных широтах. Вместе с американской GPS система дает высокую точность. В сочетании с методами лазерного сканирования наземного и воздушного построения, 3D-моделей, то есть вот ГЛОНАСС стал базисом для построения уявязки самых разнообразных видов сбора пространственной информации. К 30-летнему юбилею ГЛОНАСС обновляется. На орбите завершает летное испытание первый спутник нового поколения ГЛОНАСС-К. Через месяц с космодрома Плесецк стартует второй аппарат серии. Срок его службы гораздо больше нынешнего. Вскоре в полную мощность заработает и европейская навигационная система Галилео, китайская Пэйдоу. Используя все четыре системы, навигационные приборы смогут работать с точностью до сантиметров.